Еще несколько лет назад Марина Гундарева не могла и представить, что производство унтов станет делом всей ее жизни. Но знакомство с мужем повернуло ее планы на 180 градусов. Сегодня они настоящие эксперты в сфере кожи и меха, а их теплая продукция пользуется большим спросом в регионе. На фестивале унтов Гундаревы оправданно забрали награду за самые красивые женские модели. Это предприятие уже существует много-много лет. Это семейный бизнес моего мужа. То есть занималась еще его бабушка, дяди, сиротственники, какие только можно. Все шьют унты, Паша шьет. Я приобщилась к этому делу. Изготавливаются они из северного оленя, из лап. Либо сахатинные, зевринные можно сшить. В фестивале участвовали более 40 мастеров. Все они отличались своим креативным подходом к работе и привлечению покупателей. Каждый из них с особым трепетом рассказывал о своей продукции. Помимо унтов, участники фестиваля представляли шубу ручной работы, изделия из кожи, меха, войлока и сувенирную продукцию. Также там прошла выставка авторских кукол художественной мастерской семьи Дашина Мдакова и выставка креативной ханзы Будажапа Бальжанова. Дизайнерские шубки, все красивые, штучные, неповторимые, отличаются от всей этой скучной серой массы огромной тучи. Вот будет полная площадь во всем обыденном и появляется дизайнерская шубка. Она сразу заметно привлекает внимание. Обладательница просто счастлива. В глазах слезы умиления. Во время фестиваля завершилась акция «Теплый подарок из Забайкалья». Мастера со всего региона жертвовали теплые вещи для отправки участникам СВО. За время акции удалось собрать 400 теплых рукавиц, полторы тысячи пар носков, 400 комплектов селек, более 100 балаклав, а также более 400 тысяч рублей. Все это отправят для забайкальских военнослужащих в качестве теплого новогоднего подарка.